Ребята, всем привет! С вами Ксюша, не прошло и полгода. Посмотрите, время сейчас 19.09. 18 число я пришла за айфоном. Это просто трэш. Пришел, представляете, тот, который я заказывала. Серебро 13 Pro Max на 512 гигабайт. Поэтому мы сейчас идем забирать наш телефон. Все, пошли. Я бы хотела сразу взять айпад, но там нет айпада именно того, который мне нужен. Дим-картой. Вот, я еще хочу взять сразу два чехла. Прозрачный и цветной какой-нибудь. Короче, мне нужно два чехла. Айфон, зарядка и пауэрбанк, который крепится сверху телефона. Мама, смотри, открылся мармеладный рай. Давай мармеладом заедим. Этот праздник нужно заесть мармеладом, я считаю. Моя божественная аллергия, можно прям только мармелад есть. Вот так вот. О, смотрите, 13 Pro уже вон рекламирую первый этаж. Можно с вами субтитры? Ничего себе, привет! Привет! Короче, ребят, я сейчас встретила своих бывших одноклассников. Куда пошла? Нам в ту сторону. И, короче, мне рассказали очень угарную историю. У нас был физрук, очень крутой, обожаю его. Мы там танцевали разные танцы. Чтобы подписать мяч, какого он класса? Восьмого А. Я как бы была четвертым А, вот теперь они уже восьмой А, представляете? Он мяч подписал Куприкова. Чтобы никто не забрал класс. Теперь я мяч. Вот так, вот меня помнят. Все, мы идем за телефоном. Я уже пришла, наконец-то. Я уже пришла в Эппл. Мама, иди выясни, где мой айфон. Мама, давай тогда сразу чехлы посмотрим, потом уже будем про телефон думать. Смотри, вот на 13 Pro Max, на самом верху. Вот так вот. Короче, смотрите, мне очень нравится вот этот цвет и вот этот. Ну, как бы из которых я буду брать сегодня либо этот, либо этот. Либо вот этот, кстати, я еще не знаю. Ну, мне кажется, светло-розненький прям классно. Ты сейчас все такое светленькое носишь. Да, но я еще хочу вот такой прозрачный. Очень хочу прозрачный и вот такой, обычненький. Еще мне нужен пауэрбанк. Здравствуйте. Что-то было. Пауэрбанк у нас здесь. Так, зарядка. Где-то зарядку, которую я хотела, ребят, не могу найти, представляете? Вот это очень похоже на нее, но мне кажется, что это не она. Или она? Не помнишь, помнишь? Мне кажется, она. Смотри, здесь часики. Вот, значит, она. Смотри, какая она крупненькая такая. Она крутая, да. Слушай, она 20 тысяч стоит. Да. А ты что думала? И пауэрбанк сейчас здесь посмотрим. Смотри, какая милашка. У меня есть такой. Вот пауэрбанк. Батарея эта. Ты думаешь, она удобная? Очень. Он такой тоненький прям. Обязательно возьмем. Все, мам, я пошла здороваться с бабушкой. К нам пришла бабушка. А ты давай, иди, разбирайся. Вот, смотри, это подставка, только эта черненькая, а есть беленькая. А ты какую-то светленькую? Конечно. Какая классная. То есть и здесь можно, и здесь, и здесь. Смотри, сюда телефон, сюда часы, и сюда наушники. Мама, смотри, а вот тут я сейчас не понял. Apple Watch Series 7. Это которая презентация была, которую я у мамы выпрашивала. Вот они, смотрите. Это маленькие. Они крутецкие вообще. Если здесь можно писать сообщение, то это они. Ребята. Я не верю, мы сегодня еще часы будем брать, мам. Смотри, это маленькие. Так нам сказали, что их вообще пока в наличии нет. Так вот они. А почему тогда? Появились. А может быть они сейчас лежат на витрине, а в наличии их нет? Я ничего не знаю. Вот это большие, смотри. У меня сейчас шестые. Смотри, айфоны же тоже на витринах лежат, а в наличии нет. Может быть такое? Вот от мам. Так этих вообще не было здесь раньше. Я хочу такой с белым корпусом. Я очень рада. А вот это айпад, который у меня будет, только у меня будет фиолетовый. Их тоже нет в наличии, сказали. И вообще неизвестно, когда будут. То есть какой-то есть без симки? А тебе же с симкой надо? Ну я уже готова без симки взять, честно говоря. Пока мы тут ждем айфон, до сих пор мы даже не спросили про него. Я тут нашла Apple Watch. Смотрите, какой у них божественный ремешок. У него такое прикольное качество. Вообще божественный. В общем, крутяк вообще. А вот это что, тоже они? Да, это они, потому что зелененькие есть только эти. Кстати, у них очень крутой цветом ремешок. Прям очень крутой. Который побольше, они мне больше нравятся. Не знаю, мне обычно маленькие нравятся, а тут как-то они прикольненько так. Написайте в комментариях, какие вам больше нравятся, эти шестые маленькие или большие Apple Watch. А еще вот этот ремешок очень крутой. Nike, смотрите, какой. Он затягивается по руке, прям вообще божественный. Смотрите, я открыла свой канал на MacBook. Давайте подпишем. Нам же до миллиона немножко не хватает. Я уже на подходе, смотрите, вот он. А я снимаю влог. Мне сказали, не снимай больше видео на телефон. Ну, как бы я так сказала. У меня просто очень забита память на телефоне. Ну, как бы что, там очень много видео, очень много фотографий. Видео у меня было тысяча с лишним. Теперь я только что чистила. У меня теперь 657 видео. Это просто жесть. А фотографии я даже не собираюсь тисеть, даже не собираюсь к ним притрагиваться, потому что там 15 116 фотографий. И как бы там все-таки угарные фотографии со школы, что вообще не хочется удалять. На память видео ставим, которые мне нужны. А вот которые там из ТикТока, потом такие, которые повторяются, я удалила. Ну, или которые у меня в WhatsApp есть. О, смотрите, я нашла кнопочку перенос или сброс iPhone. Этот телефон, кстати, пойдет Максу. А еще чьих минут сейчас нужно выбрать? Мы сейчас не знаем, что делать с телефоном. Как бы переносить туда данные, либо же делать новое iCloud. Потому что переносить данные это 2 часа. Растор закрывается во сколько? В 10. В 10. Время 8.02. Переносить будет 2 часа. Но, не знаю, может быть мы создадим новое iCloud. А я потом дома чисто по AirDrop перекинусь. Я, правда, не помню свой пароль от лайка. А, ну, а там же телефон не будет? Если что, я там перенесу. Нормально. Вот так вот. Сделаю там себе новое оформление. Я уже прям рада. Пол такой? Кожа? Ой, мы хотели взять 2. Прозрачный и такой розовенький светлый. Есть прозрачный? Ну, вот он крайний. Что, что, стоите? У меня еще не было силиконового. Прозрачный? Нужен смэксейв. А там разные? А это не эпловские? Они не эпл, да. А эпл пока еще не было. А не было вообще? Не понятно, да, тогда появится. Качество хорошее. Тогда не будем. А розовый вот этот? Да. Но он силиконовый. А кожные какие есть? А по коже у нас получается такой коричневый и вежливый. Берем один. Такого там вот по ощущениям можно попробовать. В общем, нужна вот такая. Ага. И вот такая только беленькая. Ну, она есть. Да, уже видели. Посидим. Не-не-не, не такая. Не такая? Вот как повербанком вот эта. А, все, понял. Она будет прямоглической? Да, прямоглической будет. Галечка не шарит. Сейчас будем, видимо, открывать эту штучку, да? Зарядку. Да, я так слегка ее. Ну, дальше можно, в принципе, не смотреть там. Угу. Цвет нормальный? Беленький, да. Цвет беленький, да. Берем-берем? Конечно. О, я хочу это тоже снять. Вот, вижу видео. Смотрите, полосочка со стрелочкой. А, давайте. Я по-моему сейчас начну. Давайте не так сделаем. А видео выставим в качество повышен. Я даже не знала. 4К, вот сейчас, смотрите, посмотрите, как оно снимает, да? Сейчас я выставлю. Так там, а вот там же можно, прям в камере вроде, нет? Ну, там можно, но здесь 60 кадров, да. Так там тоже можно сделать. Да, записи. Ну, я вот здесь сделала. Открываю камеру и все по-другому. Вот, видите, плавно. На X1 снимаем? Да, наверное, на X1. Я тогда на счет 3. Раз, два, три. Все. О, господи. Боишься, что ли? Очень. Типа что-то испортишь? Не знаю. О, так плавно прям. Вау. Внизу. Он прям такой белый. Ну, чего себе. Смотри, мам, тут пленочка белая. Обычно же она другая, я уже не помню. Так, все, снимаем. Ничего себе. Тут даже челка же другая. Все, я беру руки. И микрофон в другом части. Это который другой. Здесь? Вверху микрофон, да. О, ничего себе. Покажи. Вот, видишь, микрофон вот этот вот тоненький сверху. А он же обычно вот тут по центру. Вау. Очень цвет красивый у него. И камера, знаешь, как будто прозрачная такая. Он белый. Камера другая вообще. А ты хотела серебро. Это он есть. А это как раз он серебристый. Он оттенок в рамки, да. Он видишь? Вот тут серебристый, а вот тут белый прям. То есть ты такой хотела? У него цвет почему-то как у желе. Кнопочку, да, просто держим сейчас? Сейчас будет очень красивое хеллоу, я знаю. Вау. Привет. Все, можно уже открывать, да? Так, я сейчас, наверное, уберу сигнализацию. И нужен, наверное, будет вот 3D-дольщий, чтобы нам времени не терять. Ребят, я такая довольная. Смотрите, он прям такой белый. И давайте я свой тоже чехол сниму, нужно сравнить. Вот, смотри, у него даже камера больше. Да, в разы причем друговато. А ты думала, что чехол подходит? Ой, блин, звоню уже кому-то. Нет, чехол уже не подходит, да. Да, чехол уже не подходит. И камера, смотри, она больше стала. Вася, ты попала прям в нужный момент. Я только в руки его взяла. Это что, Apple? Нет, наверное, это Xiaomi. Ну вот, смотри, короче, он прям белый. Жесть, я в шоке просто. Не нравится? Очень. Да я еще ничего не поняла, он только включился. Нам еще пакет классный подарят. Нам еще пакет классный подарят. Ладно, все, давай, пока. Он не такой, как обычно. Завтра с пакетом приду. Так, сейчас мы будем либо его настраивать, либо перезагружать. Но, скорее всего, настраивать. Как настроим, подключим Xiaomi. Вася пишет, чур мне пакет. Так, ребят, мы настраиваем Face ID, погнали. Ну вот я. Код, пароль. Я сделаю такой же, как у меня сейчас? Да. Сейчас будем настраивать Siri. Продолжить. Ой, господи. Отмена, да. И делиться. Дальше. Продолжить. Нажимаем. Сейчас ждем, вот он погружает. И вот использовать Siri. Нажимаем. И удерживать кнопку. Отмена. Нажимаем. А, это он показывает, как использовать ее. Продолжить. Тут делиться можно. Ребята, в общем, нам тут уже сделали надпись iPhone. Добро пожаловать. Начинаем снимать. И вот здесь на крестик он сейчас при активации предлагает русский программ. О, уже все? Да. А Siri? Сейчас заходим на стройки. А, и там Siri, да. Да. Она уже, видимо... А, да, я же ее настраивала. Да, здесь все тогда готово, в принципе. Тогда не будем позориться сегодня. Сейчас по факту часть настроек когда делаю. Apple Pay настраивал? А у меня его нет. Ты только походи? Apple Pay это типа оплачивает. А, 20. У меня ничего нет. У меня карты нет. Сейчас будем открывать чехол. Погнали. Вау, красота. Как можете заметить, сзади меня, точнее уже спереди, куча косметосов. Это весь мой косметос, который я вымолела на диван. Потому что мне пришел новый косметический столик. Но я вам его не буду показывать. А, давайте, набирайте лайки, я вам сделаю обзор. Я очень привыкла к своему новому телефону. Это старый, это новый. Мне кажется, он просто бомбический. Посмотрите, это просто два разных стиля. Мне прям очень понравился. У него божественный цвет. Мне очень понравился этот чехол. Я очень такой хотела себе приобрести, так сказать. Жалко, что не было прозрачного чехла. Ну ладно, ничего страшного. Вот такой, в общем, розовенький чехольчик. Так он выглядит вблизи. А вот так выглядит цвет телефона. Такой, знаете, он как бы белый, а края серебристые. Он просто божественный. У него такая крутая челка. Мне очень понравилась его челка. Я уже сделала себе вот такие обои розовенькие. Например, напоминание. У меня как бы тут ничего нет. Ну вот, смотрите. Видите, какая челочка узенькая. И если я как бы этот телефон включу, тут будет совсем все по-другому. Зара, например. Видите, какая тут челочка огромная. И тут просто мельпусенькая. А еще мне нравится, что динамик на этой челочке, смотрите, у 12-го промоцова по центру. А камера справа. А у 13-го телефона, посмотрите, где динамик. Прямо вот здесь, на краю телефона. И камера слева. У него очень крутая камера. Я уже заценила. Мне очень она понравилась. Давайте покажу фотки, которые я уже успела сделать. В общем, это я сфоткала десерт. На обычную фото, представляете? Просто зашла в кафе. А вот еще я тут стою такая, типа, крутая. Посмотрите, какое качество. Мне очень нравится. Там еще есть киносъемка. Вот, смотрите. Это как бы видео, но с размытым фоном. Я еще не сильно поняла. В общем, я должна отворачиваться и должна фокусироваться на другом предмете. Но я потом разберусь получше, потому что у меня лично ничего не фокусируется. Еще сделаю вот такую вот фотографию. Мне она очень понравилась. Еще есть фотография с папой. Смотрите, как это выглядит на самом деле. Ничего не видно. И как осветляет 13 айфон. Просто какой свет. Обожаю. Мне, короче, очень понравился 13 айфон. Прям респект. Но сейчас мне придется ходить с двумя телефонами, потому что на этом телефоне у меня будут некоторые приложения. Я могу по нему звонить. А здесь я буду писать ватсап, смотреть все свои фотографии. Не знаю зачем, но может пригодится. В течение недели я, короче, буду ходить с двумя телефончиками. Тут есть вайфай, тут нет вайфая. Тут нет ватсапа, тут есть ватсап. А без ватсапа я никуда. Тут есть симка, тут нет симки. А еще, кстати, в новом телефоне я могу еще виртуально две симки вставить. Мне очень понравилось это прям оформление. Смотрите, вау. Эти обои есть только у 13 айфона. Короче, ребят, ставьте 20 тысяч лайков. И я сделаю обзор на свой 13-й Pro Max айфон. Его я, скорее всего, делаю только после воскресенья. Потому что в воскресенье мы опять поедем в расторг. В айпорт. Да, одно и то же. И нам там будут загружать разные приложухи. Память моего телефона, вот так. Так, а теперь погнали. Распаковка пакетика. Вот это новый пакетик от айпорта. Они скоро будут раздаваться всем. Но у меня первые. Вот так вот. Нам их тут как-то замазолили, так сказать. Видишь, вот такие штучки. Их запихали сюда. Нужно вытащить обязательно. Тогда пакет не откроется. Пришла после школы. Уставшая. Тут база айфон. А время, кстати, у нас сейчас 44 минуты 11-го. Я еще фильм буду смотреть. Это коробочка от айфона, собственно. Вот зарядка для него есть. Но она теперь не нужна. Потом вот такая вот штучка. Одно яблоко. Не важно, что я их никуда не клею, но... Одно яблоко? В смысле? Я, кстати, его хочу на стол. Неплохая идея. Вот, давайте вот такой поставим. Типа, крутышка. Как знаете, на брусьях пацаны вот эти... Типа, качки такие вот. Пошли отжиматься. Телефон из кармана выбросили на землю. Такие. Клау, клау. Типа смешно. Дальше. Чехольчик. Класс. Коллекция у нас будет. Я очень хотела купить потом дальше карта. Но если вдруг я, рукопоп, разобью где-нибудь свой новый телефон, то вот бесплатная замена экрана. Ммм. А не проще заплатить за экран? В карте больше функций. Она стоит дешевле, чем экран. То, что тут лежит. Это такая батарея. Очень хотела купить мой футбол. Еще не открывали еще. Меня от нее отговаривали. Говорят, типа, эта батарея, как 50% на моем новом телефоне. Потому что там просто огроменная батарея. Она очень долго держит. Я говорю, мне это надо. В школе, знаете, бывает такое. Зарядки нигде нет, извиняйте. Процентов на телефоне уже нема. А это хоть как-то выручит. Но при этом 50%, знаете, на дороге не валяются. Не лишние. Вау. Просто посмотрите, какая красота, ребята. Я очень рада этой батареи. Она такая тонюсенькая. Смотрите, какая она сзади. Вообще, она божественная. Тут есть какая-то штучка. Тут есть какая-то милашечка. Ой, блин. Мне яблоко не положили. Хотя бы грушу положили, а. Этот пауэрбанк крепится к чехлу. Внешний аккумулятор. Во, смотрите. Вообще крутяк. Я вот так вот могу ходить с этим пауэрбанком. Представляете, теперь никаких шнуров. Это просто очень круто. Короче, рассказываю историю. Мой, который 12-й, он потом будет у Макса. Который у Макса 11, он будет у мамы. А 7 плюс будет у бабушки. И вот, мам, твой будет еще 11-й айфон. Тоже может заряжаться от этой батареи. Только он не будет как бы цепляться к ней. Но заряжаться он будет. Очень крепко держится за нее. Прям магнитами, видишь? Убирается достаточно легко. Ну, как бы, когда как. Смотрите, как крепится к телефону. Вау, тоже очень круто. Прям белая на белом. Алло, алло. У меня уже тунайник на чехле остался. А вот этот чехол, который на 12-м кожаный, у меня вообще в блестках. Я 12-й на зарядку поставлю. У меня там зарядки мама. Да, кстати, он тоже в 12-м крепится. Прикольно. Тоже белая на черном. Вообще класс. Знаешь, так прикольно в руке держится. Хоть вот такая вот горка. Дальше вот такой пакетик. Это уже обычный, к сожалению. И тут у нас подставка. Я очень давно хотела себе такую купить. Такая вот красотулечка. В общем, сюда часы, сюда телефон и Максейф. Как раз-таки вот эту штучку, которая заряжает. А вот сюда ирпотцы. Давайте снимем пленочки, во-первых. Не люблю пленочки, видите? Погнали, снимаем. В смысле, на телефоне нет пленочки? Самое интересное. Штучка липенькая. Обожаю отдирать наклейки. Ой, примагнитилась. Вот, смотрите, я вот сюда поставила шнур. Вот так вот его сюда провела. Чтобы не запалить стол, я поставлю заряжатель сюда. Ребята, все для вас, чтобы вам потом было интересно. И показываю стол. Видите, какая умница. Телефон кладу сюда. Оп, примагнитился. О, зарядка пошла. Теперь снимем часы. Заряжают. И смотрите, все сразу. Сюда можно положить ирпотцы. Ну, в общем, я еще знаю, что эту штучку можно отсюда заряжать. В общем, она заряжается. Я еще не знаю, как ее различать. Она новая. Как бы у меня первый опыт, так можно, если сказать. Если у вас есть такая штучка, пишите. Как вам она? Удобно? Неудобно? Как вы ее заряжаете? И сколько вы ее заряжаете? Самое интересное. О, мне принесли ирпотцы. Смотрите, как меня любят. Кладем их сюда. Красненьким горят, значит, заряжаются. И вот, видите, тут еще такая кнопочка есть. Маленькая такая, беленькая. Она горит, значит, заряжается. Вот так ее смотрится сзади. Блин, такой телефон няшный прям. Я нервно жду iPad и часы в сторонке. Кстати, часы уже прям на витрине стоят. Я уже жду, когда они будут в наличии, чтобы купить себе новенькие. Хочу купить серебристые и 41 мм диаметр. Но это будет в следующем видео. Ну, как в следующем. В следующем видео, когда мы будем покупать Apple. Ну, а на этом наше видео подходит к концу. Кому оно понравилось, обязательно ставим лайки. Подписываемся на мой канал. И всем пока-пока. Так, знаете, на зарядку себе поставил такой, типа, заряжайте. Это я утром. В школе такая одна. Геометрия. О-о-о.